Буэнос дес, братва. Я термозасветный заряд вашей экраны, это значит, что мы перекрашиваем ведро. Кхм-кхм. У меня этого спит моста, он-то, да? Садитесь поудобнее, берите ништячки, и давайте-ка все-таки это ведришко покрасим. Да, это моя первая не зеленая тачка. Посмотрим, насколько плотно эта детка упакована. Даже плотнее, чем я думал, оказывается. Так, так, так. Вот и все, можно ехать. Напомню, в прошлой серии мы выполнили цель по ментам. Я тут еще, как говорится, сам того не желая, проехался без записи. Тоже с ментами. В итоге отсюда у меня за 6 лимонов рейта. Нам, по сути, осталось пройти только кучку гонок, а именно 6 штук, если мне память не изменяет. Что, поехали поистребляем в таком случае? Чего, блядь? Кто меня, блядь? Подрейзель. Блядь, вот эти вот закусы на старте, они ни к чему хорошему не кулое. Блин, они видно ж нихренашенькие. Что, блядь, происходит? Давай, блядь, качегарь, додж вейпер, сука. Гад ебучий. Кто там, блядь? Ламбуха, что ли, впереди газует? Звук уже очень характерный. Пиздец, как датчики далеко расставлены. Называется, три раза переебись. Лоба. Там, по-моему, у него отрыв-то заебись. Фирм не разберут. Так, за перегибом датчик. 220. Нормас. Весьма, весьма нормас. Так, что за херня вперед моего вейпера вылетело? Прыг. Прыг. Скок. Я насрал под потолок. Ну, хоть полтора раз-то уже хорошо. Тут на грунте он вообще не стоит. Отрыв где-то в 80 км в час. Нормально. Нормально. Едем дальше. Мне вот интересно, сумеем ли мы за все эфирное время выше выбить все гонки, чтобы потом в следующей серии с чистой совестью поехать упаковывать карреру. Потому что Астон Мартин и, походу, придется продавать. У, блядь. Чет вообще изи каточка получилась. Никакого внимания. Так, еще пять гонок. Ну, че, поехали. Че, блядь. А, нет, я снова в игре. Я еду. А вот так никто из них не делал. За очень неудачное сплюганье я потерял до херища скорости. Да так, что меня уделал форк GT Что-то уже очень быстро потушок шныряет А, нет Я его снова увижу Что-то кетчупом намазано, не было Вот за лупу борода-то Дождь еще, блин, колеса не сильно держит Вот петушок, а Вот петушок, а Он еще меня и оттормаживает, пес Блять, мне нечем ускоряться А, щет Ну и че, заново теперь ехать, что ли Ну вот видишь, игра, можно же было обойтись без дождей Сейчас голову правильное касание Блин, все равно заваливается на борт Вот теперь можно валить Я башить свое удовольствие Так Все равно было касание Стуку Пидоры стройным рядом меня догоняют ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Наверное, сейчас запишу эту серию и пойду все-таки курить, потому что у меня уже тошно от этих придурков. Обильно-то! Мощно полит их кетчупом. Ну, если кто шарит именно в аркадных автосимах наподобие НФС-очки, я думаю, вы знаете, что такое кетчуп. Это как раз-таки система помощи компьютерным вражинам. Ладно, я еще и точно попал. Ух! Что, иду-ка я на свою полосу. А, не, ахуй не получилось. Нет, все-таки получилось. Грубо говоря, она подтягивает их, если вдруг... Живой, сука, игрок становится нагибатором. Чего, блядь? Сурово. Вот сейчас, конечно, реально был лютый сейв. Я вот даже не подумал. Что такое вообще возможно, когда все четверо вмазались, ну, по-моему, в один и тот же грузовик. Так. Четыре победы. И еще четыре требуется. И еще 15 минут экранного времени. Ну, это как минимум. Эх, 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 эх. А что бы скатать-то? Секундомеры я катать не хочу, честно. Они длинные, нудные. Ну, их нахуй. Ну, в бывании всегда три круга. То есть, мне нужно скатать четыре гонки из этих пяти. Какую-то одну мне надо. Пора ебать. Четыре круга. Твою-то мать. Вот этот спринт, в принципе, можно скатать. Потом придется, скорее всего, менять машину. Потому что на додж-вайпере повороты, это не его. SL-500. Какой-то еще мерен. А, SL-ка и CL-ка. SL-500, CL-ка 500. Вот это вот ведро. И я на додж-вейпере. Блядь, что-то мне не покидает ощущение, что это кобальт, нахуй. SL-500. Ябулись мы шанкерным болтом. Да это же он и есть. А мы по вокзалу срежем по старой памяти. Правда, еще обдрифтился нихуево, а этот пидор влетел в стену. Ну, так ему и надо, с другой стороны. Теперь можно просто валить по трассе вальяжно. Вальяжно валить. Блядь. Прикольно. Ладно, вперчиваем далее. Так, немножко по тормозам. Ну, как говорится, кто бы сомневался. Розвук, внимание. Попыт. Открыться с места ДТП. Нарушитель следовал на себя. По 99-му штуку. Блядь, да пошли его в жопу. Так, еще, наверное, пару гоночек. Так, у нас еще три гонки, да? Так, 8 требуется. 5 есть. Три гонки надо еще проехать. Спринтища. О, как я соскучился по этому звуку. Пока вайпер обкатал две серии. Субтитры сделал DimaTorzok. Он притормозил, а я его моментально подобрал. Ну, как так? По-моему, самое ебанутое место в этом городке. Потому что въебаться тут где-нибудь как здрасте. Так, половина позади. То, что я вижу, мне, в принципе, доставляет. Добавляет. Три гонки. Все. Все. Три гонки. Т causing. Три гонки. Три гонки. Три гонки. Продолжение следует... Так, ох ты ж, блядь, вот этого я и боялся, что я влечу в эту слоновую сраку. Так, еще один удар. Так, две гонки. Так, у нас варианты. Пройти на вылет или пройти кольцо. Географически она меньше. Че? Че с камерой? Карветт. ГТХ. ГТХ. Че за нахуй? Че-то они как-то резко так ушли. Ох, я сейчас как проебу. На первом же круге. С таким-то вождением. А нет, есть еще шансы. Что-то показать. Ну ты и пидор. А, еще один Астам Мартин. Я и полагал. Ну сука, держись. Так, их осталось трое. Так, кто у меня тут? GT40. В сухом остатке. И по-моему Астам. Именно этого я и добивался. Это тот скоростной отрезок. Очень хорошо подходит для вот такого вот рода. Разъебай тунга. Ты чувствуешь, когда ты где-то секунду едешь вслепую. Сейчас опять кто-нибудь снесет колонну. А не хуй. Теля их пронесло. Так, и на круг я ушел первым. Ну все. Теперь шансы на победу 50 на 50. Или да, или нет. Сумею ли этого злуса выебыть? Посмотрим. Да, дядька, видимо, попытался за мной срезать, а в итоге въебался. Спасибо, что притормозил парень. Лучше я этот момент немножко обойду. Хорошо прицелится и куда она денется. Я почему-то очень боюсь этих стоек. Ну-ка. Одна гонка. Либо гонка на выебание. Либо кольцо. Ну, или секундомер проехать. Ну, давайте рискнем. Омах. Почему нельзя как во флэтауте? Чтобы прям пух-пух-пух-пух-пух, и у тебя полный бакнитры. Снес там пару заборов мордой. У тебя снова полный бакнитры, и можно пиздиться. Хотя с другой стороны, там нитра со временем не восстанавливается. Как здесь. Попробуем сэкономить некоторое количество времени. По крайней мере постараемся. Но нужный вектор поворота я так и задал. Вот это место тоже очень не люблю. Потому что здесь есть такой ебанутый уголок, с которого либо всегда дрифтуешь, либо наоборот вываливаешься с трассы. Хм, а я ускорился. По-моему, где-то на целую секунду. Так, что у меня там по-среднему? На полторы секунды. 182 километра в час. То есть по-хорошему мне надо ехать быстрее этого значения. То есть по-хорошему мне надо ехать быстрее этого значения. И в полет. Хотя на самом деле полет отъедает до херища скорости. Вот в этом-то вся и трабла на самом-то деле. Так. У нас было 10,2 по-моему. Или 10,6 даже. То есть на вот этом вот быстром участке мы все создали конкретную такую фору. Так. Нет-нет-нет, вы что? 195. Эх, хорошо пошла. Но сейчас будет сложный участок. Вот крайне сложный, поэтому... Таких вот городских, чисто городских режимов. Типа старт, стоп и так далее. Будь до хрена. Мне начать, что про тебя плетут. Я просто поставлю тебя на место. Ага, ага. Побережье, внимание. Новый вызов. Удачи, говнюк. Короче говоря, в следующей серии мы таки поставим эту ирландскую жопу на место. Ну а пока, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok